Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио Свобода. Программа Владимира Карамурзы. Как давно готовился вот этот договор? Потому что для некоторых наблюдателей он стал сюрпризом и своеобразным экспромтом. Ну, можно сказать, как давно он готовился, я просто не знаю. Разговоры о том, что такой договор готовится, мы слышали уже давно. И на самом деле это легко объяснимо. У нас, значит, до подписания, позавчера, вот этого договора действовал договор 2008 года. И срок его действия не истек, но с 2008 года ситуация в этом регионе, она очень серьезно изменилась. Как мы знаем, значит, Грузия сделала несколько серьезных шагов в сторону вступления, значит, в НАТО, в сторону вступления в Европейский Союз. И есть еще, значит, ну, общеизвестная информация о том, что США объявила, значит, союзникам Грузию и Украину, так сказать, буквально в этом году, насколько я вот читал, так сказать, в прессе. Ну, все это вместе, естественно, создает новую ситуацию на Южном Кавказе всем. И не реагировать вот на эту ситуацию, конечно, было нельзя. Иван, как вы считаете, вот это создание объединенной группировки войск, это такой шаг по пути, может быть, дальнейшей интеграции между Россией и Абхазией? Мне кажется, что сейчас очень многие вопросы задаются в связи с тем, что 17 марта этого года к России был присоединен Крым. И новый договор между Россией и Абхазией провоцирует всякие рассуждения о том, не встанет ли Абхазия тоже в очередь на присоединение к Российской Федерации. Мне кажется, что эта перспектива пока не обсуждается, а речь идет о продолжении и логичном завершении процедуры, которая была начата в 2008 году после войны между Россией и Грузией, когда Россия изменила формацию военного присутствия в Абхазии, освободилась от ограничений, связанных с миротворческим мандатом, который когда-то был выдан Советом глав государств СНГ, которая договорилась в двустороннем порядке с Абхазией о присутствии своей военной бригады на территории Республики Абхазия, а теперь она практически вообще сняла какие-либо ограничения на свое военное присутствие на территории этой республики. Это логичный процесс, он никак не связан с идеей того, окажется ли Абхазия в очереди за Крымом или не окажется. Это просто история про то, что Россия продолжает поддерживать такой логистический треугольник своего военного присутствия на Южном Кавказе, который состоит на сегодняшний день из Абхазии, Южной Осетии и Армении. Давайте послушаем грузинскую сторону. У нас на прямой связи Акаки Микадзе, грузинский журналист, многолетний спецкорреспондент, еженедельник Московской новости в Тбилиси. Добрый вечер, Акаки. И считаете ли вы заключенное соглашение нарушением территориальных прав Грузии и территориальной целостности вашей республики? Вам слово. Добрый вечер. Добрый вечер, товарищи. Добрый вечер, господа. Конечно, это логическое. Вы люди, которые говорили до меня в студии, логическое продолжение тех событий, которые произошли в 2008 году. И просто здесь один нуанс, понимаете, в чем дело, что России нужна не только Абхазия, а здесь России нужен весь Кавказ и все за Кавказ. Это логическое рассуждение господина Путина. Поэтому и оформление такого договора, это еще раз подтверждает то, что здесь все вопросы просто форсировались после известных событий Украины. Здесь форсируются вопросы не просто того, чтобы подчинить Абхазию, а фактически здесь создается плацдарф для более масштабных движений в сторону всей Грузии, всего за Кавказом. Недаром же Владимир Путин так очень четко отметил по поводу эксплуатации железной дороги. Сухоми, Твилеси, Ириван и тому подобное. Это надо думать так, что в ближайшее время будут еще предприняты кое-какие шаги в этом направлении и будут форсированы другие события по аннексии не только Абхазии, как части Грузии, но и самой Грузии. Думаю, мы будем свидетелями ближайшие годы новых сюрпризов от российского руководства. Давайте дадим слово Вадиму Дубнову, независимому журналисту. Добрый вечер, Вадим. Скажите, пожалуйста, каким международным договоренностям и вообще международному праву и противоречит ли заключенный договор и является ли он нарушением суверенитета Грузии? Вам слово. Еще раз добрый вечер, Вадим. Добрый вечер. С формальной точки зрения, разумеется, это является нарушением суверенитета Грузии, поскольку по нормам международного права Абхазия формально остается частью Грузии, как и Южная Осетия. Однако в той реальности, которую обозначила Россия 6 лет назад, получается, что для России это международное право не является чем-то безусловным, что оно подтверждается эти годы, особенно в году нынешнем. Я думаю, что в рамках той реальности, которую выбрала Россия, она может считать, что она ничего не нарушает, что является уже долгим и давним противоречием ее, противопоставлением ее всему остальному миру. У нас на прямой связи Федор Шолов-Коведяев, бывший первый заместитель министра иностранных дел Российской Федерации. Федор Вадимович, скажите, пожалуйста, как по-вашему вот этот заключенный договор, он подвел своеобразный итог 20-летию таких колебаний между статусом Абхазии как самопровозглашенной республики и уже конкретно как признанной Россией самостоятельной державы. Добрый вечер, Федор Вадимович, вам слово. Да, добрый вечер, Владимир. Мне кажется, что немножко сейчас слишком эмоционально обсуждается этот вопрос в эфире, вот из того, что я во всяком случае слышал, потому что грузинские коллеги предполагают, что, видимо, будет какой-то шаг, который уже сейчас планируется, то есть вроде как сейчас существует некий план по присоединению Грузии к составу, видимо, к России, я так понимаю, потому что куда еще можно присоединить. То есть вот проецируется такой сценарий, который, как мы помним, был осуществлен в 20-е годы, когда к Советской России было присоединено за Кавказ. Я думаю, что это сильно гипертрофированное мнение и не соответствующее просто реалиям, потому что на самом деле мы можем видеть, что, скажем, те же самые, самые проглашенные новые республики Донецкая и Луганская хотели бы и даже просят о том, что в эти составы России, им никто не отвечает взаимностью в этом вопросе. Поэтому говорить о том, что будет предпринято какие-то действия по присоединению к Закавказу, в данном случае Грузии, составы России, мне кажется, не своевременно, неуместно, неправильно просто. Что касается статуса Абхазии, ну, да, он двусмысленный, потому что двусмысленно само международное право, да, статус Абхазии настолько же двусмысленен, как, скажем, двусмысленный статус Косова. Если вот коллега Дубнов считает, что для того, чтобы статус независимого государства существовал, международное право требует, чтобы, скажем, то государство, от которого отсоединяется, та или иная территория, признало это отсоединение, так вот, пожалуйста, его нет в отношении Косово. Тем не менее, 40 государств, сейчас даже уже больше, по-моему, 52 государства признают, включая Соединенные Штаты, независимость Косово, и это никому не мешает, и никто почему-то по этому поводу не говорит, ну, кроме, опять же, Путина, что это срушается международное право. То есть здесь, в данном случае, есть коллизия в международном праве, и с точки зрения того, что, ну, уже об этом просто говорят все, говорят, в том числе и американцы, что все-таки в 2008 году была агрессия со стороны режима Саакашвили, направленная на Южную Осетию, и что вызвало аналогичное опасение в Абхазии, после чего была провозглашена независимость Абхазии, которая была признана Россией, и, слава Богу, это случилось бескровно. И в данном случае вопрос ведь не встается в том, сколько государств признает то или иное страну независимой. Достаточно одного признания. Международное право не налагает никаких ограничений в этом смысле. Если кто-то признал то или иное государство, оно считается самостоятельным, независимым, суверенным и так далее. И здесь, ну да, Россия выстраивает определенные отношения, связанные с этим. С новым статусом, которого обрела Абхазия. И что тут еще можно сказать? Да, действительно, Грузия предпринимает некоторую серию последственных шагов по движению с Евроатлантическим альянсом. В частности, на саммите в Вальсе было принято решение, что там будет тренировочная база НАТО. И, судя по всему, нынешнее грузинское руководство привержено тому, чтобы в этой договоренности выполнились. Ну вот, соответственно, возникают и договоренности, в том числе в военной сфере, между Россией и Абхазией, как бы встречные, да, как бы вот, зеркальные, зеркальные инициативы возникают. Спасибо. Сказать, что это замечательно, прекрасно и блестяще, что с одной, что с другой стороны, ну я, наверное, бы не мог, но я понимаю, что с другой стороны тот шаг, который был предпринят при помощи подписания этого договора и дальнейших шагов, которые будут предприняты в его развитии, он, ну, как бы, является вынужденным. Да, при подписании вот эта серия шагов в следующий является вынужденным, потому что здесь можно было бы говорить, скажем, на самом деле, о том, что в свое время и не так давно предлагала не новая Джаната, она предлагала вести переговоры с Россией, между Россией и Грузией, о том, чтобы отказаться вообще от размещения каких-либо иностранных контингентов на территории, как вот Грузии, вот в тех границах, которые сейчас существуют, так и на тех территориях независимости, которых Тбилища не признает, то есть имея в виду Абхазию и Южную Осетию. Спасибо, Федор Вадимович. Давайте послушаем нашего нового гостя. К нам присоединился Владимир Евсеев, зав. отделом Кавказа Института стран СНГ. Добрый вечер, Владимир Валерьевич. Добрый вечер. Вот мы обсуждаем договор, заключенный накануне. Как по-вашему, он является новым шагом по пути военной и экономической интеграции между Москвой и Сухуми? Я знаю два варианта договора. Русская версия, абхазская версия. Могу сказать, что они отличаются очень существенно, даже по названию. Потому что, если смотреть абхазская версия, слово интеграция исчезло в названии. Могу сказать, что это видно по содержанию. Например, везде там написано слово координация. Это принципиально. То есть, речь идет как бы о суверенитете. Абхазы убрали, например, статью, которая предполагала, что если гражданин Российской Федерации, живущий на территории Абхазии, что он может служить в вооруженных силах Российской Федерации по контракту в тех частях, которые находят на территории Абхазии. Это было убрано. Зато добавили положение о том, что Россия должна поддерживать абхазский язык на территории Абхазии, хотя можно подумать, а что там все абхазы? Нет, там есть граждане других. Может быть, надо поддерживать и абхазский язык, и русский, и армянский. То есть вот возник некоторая диспропорция. Что в итоге подписали, я не знаю, но какие моменты принципиальные? Создание объединенной группировки вооруженных сил. Этого не было раньше. Принципиальный вопрос идет о том, что взаимоотношения России и Абхазии в социально-экономической сфере существенно меняются. Здесь опять же есть две версии. Русская версия. Налоги должны тоже согласовываться. Абхазская нет. Налоги – это Абхазия. Я могу таких вам привести много в соотношение, потому что если принят был абхазский вариант, это требовало от России дополнительных финансовых средств. В частности, очень момент принципиальный – охрана морских границ. В абхазском варианте четко прописано. Россия должна содействовать охране морских границ. Это проблема с Грузией. Очевидно совершенно. Поэтому я очень надеюсь, что был принят ни российский, ни абхазский какой-то компромиссный вариант. Потому что если принят чисто абхазский, у России появляется очень много дополнительных обязательств. Иногда может вести некая конфронтация. Во всяком случае это видно. И плюс иногда я вам приведу буквально одну некую несуразицу. Например, на территории Абхазии проживают граждане Российской Федерации. Шесть месяцев требуется, предполагается, на то, чтобы разработать программу, как этим жителям дать медицинское страхование. Но на то, чтобы им всем дали медицинскую страховку, России дается всего шесть месяцев. То есть шесть месяцев программы и шесть месяцев реализации. Это невозможно совершенно. Наверное, какие-то другие соотношения между... Положим, три месяца и год, хотя Россия хотела несколько лет. То же самое касается интеграции. Россия хотела тридцать шесть месяцев, а в Абхазском варианте три года. То есть могу сказать, вот таких вот моментов нестыковок достаточно много. И поэтому я думаю, что все-таки Россия... Я очень надеюсь, что Россия... Тридцать шесть месяцев и три года это как раз одно и то же и есть. Ну, нет, смотрите, значит, ну ладно, я как бы сейчас не буду спорить. Я могу как говорить, да, но в целом, в целом, да, есть как бы не совсем равные варианты. И они отличаются. И можно говорить по отдельным позициям. Давайте, да, слово Беслану. Значит, если позволите, я прокомментирую эту ситуацию. Да, безусловно, согласен с коллегой, что есть очень много, так сказать, вопросов, которые возникают, но могу вам сказать, что все возникающие вопросы у нас решаются путем переговоров, причем все эти переговоры идут доброжелательно, не напрягая, так сказать, и так далее. Много ситуаций разных возникало за вот эти годы, да, с 2008 года. И никакой такой проблемной ситуации не было, чтобы мы не нашли какого-то нормального выхода. Вот вы говорите об охране морских границ, но совершенно очевидно, что Абхазия не может охранять вот эту акваторию, да, у нас элементарно нету никаких средств, и никаких плавсредств, никаких ракет там нету у нас, и так далее. Естественно, что Россия, которая охраняет всю акваторию, допустим, российскую, для нее еще какие-то там несколько десятков километров взять под контроль, ну, это абсолютно логично, так сказать. речь идет о некой конфронтации с Грузией, потому что я знаю, что была проблема остановки судов. Что касается Грузии, да, я благодарен вам, я вот сегодня впервые за 20 лет увидел своего давнего товарища, как я, Микадзе, большой привет ему, если он нас слушает. если он нас слушает. Вот 20 лет назад, мы еще до войны в Абхазии 1992 года, мы очень дружили с ним, и у меня, кстати, самые добрые воспоминания об этом человеке, но его знания об Абхазии несколько устарели. Вот то, что он сегодня говорит о том, что аннексия, там очень часто употребляется термин оккупация Абхазии и так далее, да, а ведь это абсолютно юридические термины, и ничего общего с той реальностью, которая есть сегодня в Абхазии, они не имеют. Никакой аннексии там нет, никакой оккупации там нет. Сегодня прозвучал так же термин самопровозглашенное государство. Простите, в этом мире я знаю только одно государство, которое не является самопровозглашенным, это, по-моему, Израиль, который был создан решением Организации Объединенных Наций в 49-м году. Все остальные государства, они самопровозглашенные, но если следовать этой логике, так сказать, которую предлагают нам наши коллеги некоторые, то давайте поставим под сомнение существование Соединенных Штатов Америки, которая, давайте признаем ее колонией Британской империи. Ну давайте не будем, Израиль-то 5000-летнюю историю имеет, это он сейчас, вот 60 лет. И Абхазия имеет 5000-летнюю историю, между прочим, чтобы вы знали. И Абхазия сразу была. Да, я в курсе этого дела. Давайте сейчас дадим слово Ивану. Иван, как вы считаете, вот, кстати, прошли в Сухуми митинги как сторонников, так и противников договора. Может быть, право, часть населения республики, которые боятся ее полной интеграции в состав России? Вы знаете, мне хотелось бы тоже отозваться на реплику нашего коллеги из Тбилиси. Мне кажется, что эти опасения, связанные с аннексией и такой какой-то большой военной кампанией на Южном Кавказе, они очень сильно преувеличены. При том, что я, например, совершенно никак не поддерживаю какие-то политические решения, принятые в течение последнего года по Украине. Мне очевидно, что военная составляющая нового договора с Абхазией совершенно не означает, что Москва собирается в какой-то поход, который вернет ей владычество над Южным Кавказом. Это достаточно странная вообще тема для обсуждения, но мне просто кажется, что здесь просто не о чем говорить в этом смысле. Мне кажется, что даже разговор о том, что Россия каким-то образом хочет поставить под вопрос абхазский суверенитет, который она признает с 2008 года, это тоже разговор преждевременный. Этот разговор, скорее всего, является основной темой вот этих вот разногласий, этой дискуссии в Сухуме, которую мы наблюдали во время двух митингов параллельных друг к другу, я так понимаю, что все равно большая часть людей поддерживает договор, как бы там ни было. Все поддерживают. Мне кажется, что вот этот вот митинг, он связан скорее не с несогласием, принципиальным по поводу договора, потому что сейчас я немножко коснусь действительно серьезных, проблематичных тем, которые скорее всего вызовут напряженность в Абхазском обществе. Мне кажется, что вопрос распространения вот этого военного зонтика российского на республику он не должен вызывать серьезного протеста. Конечно, это республика, которая отстояла свою независимость в тяжелой войне 92-93 года, которая в Абхазии считается отечественной войной. Это очень важная часть политического нарратива. И, конечно, поступиться там какими-то атрибутами собственной воинской самостоятельности, это довольно сложно для такого образования, как Абхазия. Но, тем не менее, скорее всего, это больших вопросов не вызывает. А активность, связанная с этим, протестная, она является, скорее всего, отголоском вот этой политической ситуации, которая возникла в Абхазии в конце мая, в начале июня. Это сторонники группы политической, которая формировалась и ориентировалась вокруг бывшего президента Александра Анклаба. И я думаю, что это еще такая история, которая не закончилась, потому что просто потому, что повестка, которая стоит перед новым абхазским руководством, она очень сложна. И она по определению будет вызывать разногласия. И мне кажется, что основные разногласия начнутся, когда и если новая абхазская администрация коснется действительно принципиального для Абхазии вопроса, а именно открытия абхазского рынка и возможности покупки недвижимости людьми с русскими паспортами. Это вещь, которая сейчас невозможна, и это абсолютно блокирует приход каких-то серьезных инвестиций в Абхазию. Практика после 2008 года показалась, что на бюджетных дотациях, которые колебались, то поднимались, то опускались, сейчас они очевидным образом будут снижаться, просто потому, что возможности российского бюджета снижаются, они не дают абхазской экономике каким-то образом стартовать и динамично развиваться. Ситуация бы изменилась, если бы русские физические лица и компании смогли покупать в Абхазии недвижимость и развивать рекреационный сектор. Но именно в силу вот этого нарратива, связанного с войной и с независимостью, это очень сложно сделать. В абхазской политике полно-полно людей, которые участвовали в войне и считают, что достижения этой войны не должны подвергаться никакой ревизии, и для них очень сложно смириться с тем, что граждане какой-то другой страны начнут покупать участки земли, за которые они проливали свою кровь. И вот это реально вещь, которая скорее всего будет сопряжена с очень тяжелой конфликтностью в абхазском обществе, а решать ее каким-то образом придется. Да, Владимир, сейчас вам дам слово. Давайте послушаем, раз мы услышали брифинг Тамары Беручашвили, то услышим и ответ на ее подозрения со стороны российского МИДа, в частности заместителя министра Григория Карасина, который в интервью совместной программе радио «Свобода и голоса Америки» счел опасения Грузии беспочвенными. Вы очень хорошо видимо помните ту трагедию, которая произошла в августе 2008 года, когда режим Саакашвили напал на Южную Осетию, когда были убиты мирные граждане, погибли российские миротворцы, после чего Россия помогла Южной Осетии отбить эту агрессию, и вскоре после этого в августе 2008 года мы признали независимость и Республики Южная Осетия, и Республики Абхазия. Вскоре после этого, в сентябре 2008 года, Россия подписала с Абхазией договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, который действует до сих пор. Кстати, помимо этого договора, в самых разных сферах нашего взаимодействия мы подписали еще порядка 80 двусторонних документов. Сейчас в Абхазии у власти новое руководство Рауль Хаджинба, новая команда. Прошло шесть лет после событий, трагических событий 2008 года, и вполне естественно, что стороны задумались над тем, чтобы как-то укрепить договорно-правовую базу новым договором, который теперь называется о союзничестве и стратегическом партнерстве. Давайте вы, Владимир, ответите сейчас Акакию Микадзе. Акакий, как по-вашему, Григорий Карасин развеял подозрения Тамары Беручишвили вам в слово? Да ничего он не развеял, это вообще известный факт, они всегда ссылаются на то, что Грузия напала и тому подобное. Давайте, господа, будем смотреть в нормальное, а не в кривое зеркало. Сегодня Андрей Колесников в комиссарте четко описал, как готовился этот денежный договор и как он был подписан, словами Суркова и тому подобное. Договор еще был, проект договора был еще до последних президентских выборов разослан всем кандидатам в президенты. А потом он, конечно, корректировался и даже еще больше. Сурков даже сказал, что я никакого отношения не имею к разработке этого договора, потому что договор был разослан как он но там Министерство иностранных дел в Абхазии. В конце концов посмотрим правде глаза, кто присутствовал на подписании и как это подписание проходило. Как не между двумя равными государствами, а как как Барин сказал, он фактически Абхазия входит, становится одной из губерний фактически Российской империи. И когда я говорил, что Россия форсирует события на Кавказе, я не могу отказаться, потому что мы прекрасно знаем, конфликт на Украине будет затягиваться и он будет долгим и довольно долговечным, потому что ни Запад, ни Россия не будут отступать. Поэтому России нужен выход к Кавказу. Получится у него или нет этот выход, это совсем другие вещи, понимаете, но стремление России, что он будет стремиться к Кавказу и не только к Кавказу, но он должен стремиться к выходу на иранскую территорию, потому что Иран сейчас главная стратегическая задача России, потому что те санкции, которые сейчас Россия получила, и та стагнация экономики, которая сейчас находится, на какой стадии находится экономика России, и иранский выход России, это как допинг для России, потому что кто получит, мы сейчас прекрасно знаем, что в ближайшие месяцы все фактически санкции и ограничения у Ирана будут сняты, и кто получит доступ к иранским недрам, к энергоресурсам, иранской сельской хозяйственной продукции, это очень важно для ненавистии, России, вы же это прекрасно понимаете, и здесь ничего нового нет. Дадим слово для ответа Владимиру Евсееву, он у нас специалист по Ирану. Давайте посмотрим ситуацию по снятию санкций. Могу вам заметить следующее. В ближайшее время с Исламской Республики Иран санкции не снимут эту глупость. Что может быть? Может быть в следующем году подписано некое рамочное соглашение, в соответствии с которым Иран возьмет на себя какие-то обязательства. Не очень тяжелые для него. А США напишут следующее. Мы продолжим процесс смягчения санкций. Вот о чем идет разговор. Процесс снятия санкций с Ирана может затянуться на 15-20 лет. Вот о каких сроках идет разговор. Поэтому никаких санкций сняты быть не может. Теперь мне хотелось бы пару слов сказать по поводу аннексии. Что Россия реально могла бы сделать? Реально Россия могла бы присоединить Южную Осетию. По факту. Но могу сказать Россия на это не идет и не пойдет как и на присоединение Восточной Украины. А чем отличается этот договор от того что было раньше? Посмотрите если бы Россия хотела бы сделать аннексию Абхазии могу сказать никакой потребности в создании совместной группировки войск не было. Россия просто бы оставила свою группировку это было дешевле усилило ее в случае необходимости когда Россия говорит о создании совместной группировки она говорит о создании Абхазской армии Абхазской армии это атрибут независимости Абхазии как государства поэтому в этом договоре предполагается именно независимость Абхазии а никакая не аннексия поэтому говорить об ущемлении каких-либо прав я очень их понимаю но любой договор если он международный он всегда ведет компромисс кто-то от чего-то отказывается в данном случае никакой потери суверенитета у Абхазии нет речь идет наоборот об укреплении суверенитета о том что в Абхазии собственная армия что наконец-то правоохранительные органы получат достаточного материального имущества не просто хорошо самим жить чтобы они хотя бы были машины на чем ездить на преступление на раскрытие преступления чтобы в Абхазии появилась общая граница ведь сейчас граница реальная грузина абхазская граница она полностью прозрачна там всего 5 контрольно-пропускных пунктов которые легко обойти и как Россия может снять ограничение на границе российско-абхазской если остальные границы все прозрачно давайте дадим слово Вадиму Дубнову как по вашему Вадим состоялась ли вообще государственность Абхазии как таковой со всеми ее атрибутами или вот некоторые подозревают что там валюта российская и так далее Вам слово Вадим Вы знаете это очень сложный вопрос на самом деле здесь очень много очень много лукавого как во всем как и в договоре и во всем обсуждении и собственно говоря суверенитет Абхазия является в данном случае если мы говорим о нем с политической точки зрения является абсолютно политическим инструментом конкуренции абхазских элит потому что отношения с Россией с эти 20 лет существования Абхазии условно независимой это была была форма политической борьбы и как только одна из группировок обозначала свою близость к России то другая группировка которая вчера была также близка она обвиняла первую в том что она придает национальные интересы это продолжалось постоянно ровно это продолжается и сегодня мы сегодня видим то же самое продолжение политической борьбы только под знаком обсуждения суверенитета который тема на самом деле есть она не на политическом уровне она находится на гражданском уровне потому что действительно есть в Абхазии достаточно много людей и разных мотиваций суверенитета об одной сказал совершенно верно Ивана действительно люди которые победили в войне они в общем совершенно понятно не очень хотят отдавать эту независимость есть мотивация которая очень точная и очень правильно по-моему выразилась сегодня на их Кавказе Арда и Налыпа замечательный абхазский исследователь она сказала что есть опасность повторения опыта 21 года когда вот так вот был заключен договор с Грузией а потом известно чем все это кончилось есть достаточно либеральная прослойка она не такая уж и узкая которая прекрасно понимает что такое нынешняя Россия и им не очень хочется себя с этой Россией отождествлять и быть ее частью есть люди которые понимают что становясь частью Краснодарского края фактически навсегда и уже бесповоротно закрывается какой-то и без того иллюзорный шанс какого-то выхода на запад о котором в общем все эти 20 лет изрядная часть абхазского общества все-таки думал но это не является политической доминантой это является неким той некой базой избирательской базой социальной базой с которой ведут свои манипуляции свои маневры политические группы в Абхазии и когда мы говорим о том что идут митинги о том что продает Абхазия суверенитет не продает это вот смотря какую плоскость мы обсуждаем если мы говорим о гражданской плоскости полемика идет она не имеет отношения к тому что произошло в Сочи если мы говорим о Сочи то мы должны понимать что с одной стороны это как я уже сказал политическая игра в Абхазии с другой стороны Россия когда мы обсуждаем заботят Россию суверенитет Абхазии или нет вопрос неправильно стоит для России этого вопроса нет для России есть вопрос скажем о прокладке железной дороги через Абхазию Грузию в Армению потому что вот это конкретная задача поэтому все остальное это какие-то лирические вещи которые абсолютно не интересуют она не задумывается о таких вопросах лишать суверенитета не лишать суверенитета ей нужно контролировать некий тыл она будет его контролировать она для этого ведь на самом деле она же соглашалась со многими предложениями Абхазии в принципе же Москва проявляла удивительную мягкость она не настаивала на никаких своих позиций ей нужен был этот договор как факт чтобы закрыть эту тему чтобы поставить некую точку довольно долгой межумочной истории она это сделала Абхазия получила то что она получила то что многие политики хотели то чем кто-то доволен кто-то недоволен в гражданском обществе оно кстати в Абхазии есть но это опять же не имеет никакого отношения к политическому процессу и к тому что для России является главным а для России а это все то что вытекает во-первых из украинского конфликта и ну и как некое следствие попытка вернуться вернуть некий контроль над кавказскими инфраструктурами в первую очередь я имею ввиду связь с Арменией спасибо Вадим слово Беслану ответьте нашему эксперту мне трудно сейчас я не буду его комментировать конечно потому что очень много тем было затронуто да с чем-то согласен с чем-то не согласен но хочу совершенно определенно сказать такого вопроса в Абхазии не существует присоединение допустим к России к Грузии к кому-либо еще так сказать есть вопрос только существует только один вопрос независимая республика Абхазия что чтобы вы понимали значит слишком большой кровью досталась эта победа средний возраст погибших у нас 23 года во время войны а погибло более 5% населения это представьте себе практически вся молодежь наша легла тогда и абсолютно соглашусь я с Иваном Суховым это такая цена которую мы не забудем никогда что касается значит развития отношений с Российской Федерацией то это конечно же главный приоритет всех политических сил в Абхазии и сегодня значит я могу констатировать что была абсолютная поддержка населения Абхазии подписанному договору что нам дал этот договор на самом деле это возможность быть более защищенными жизнь становится более безопасной в Абхазии и появляется возможность наконец начать выстраивать реальный сектор экономики и не могу согласиться с вами Иван Сухов при всем моем уважении к вам еще не разу за все эти годы Россия значит если о чем-то договаривалась такого не было чтобы она подвела или обманула или что-то такое и в этот раз значит речь идет об увеличении финансирования в два раза я уверен что для Абхазии это ощутимые цифры для России это не очень большие я думаю что это тоже будет выполнено давайте Иван дадим слово для ответа я не говорил кстати говоря насчет того что Россия поменьше станет финансирования я думаю что в общем в пересчете в итоге получится поменьше и вот эта вот борьба за власть которая происходила перед концом мая началом июня в Абхазии она конечно будет выглядеть довольно странным образом потому что получится что конкуренция была за такой постоянно сокращающийся ручеек но пока он вроде бы вот по данным нашего президента сокращаться не планирует но в конечном итоге скорее всего это неизбежно потому что даже регионы Северного Кавказа уже ощущают на себе сокращение бюджетного финансирования и понятно что территории которые как Абхазии являются все-таки соседними это тоже коснется так или иначе я совершенно согласен с тем что никаких разговоров о том чтобы Абхазия превратилась в часть Краснодарского края нету и пока не предполагается но я в то же время согласен с Вадимом насчет того что для Москвы вот это при всем уважении к атрибутам Абхазского суверенитета это вещь такая не очень принципиальная а принципиальная вещь это возможность сохранить вот эту военную инфраструктуру с тремя опорами на Южном Кавказе что особенно важно действительно в силу того что новая грузинская администрация которую мы получили в прошлом и в позапрошлом году и ожидали потепления отношений между двумя странами она сохранила курс на интеграцию в структуре евроатлантического альянса сейчас поставлен вопрос о создании вот этого тренировочного лагеря и в общем понятно что в ситуации в которую Россия попала после своих шагов на украинском направлении ей важно обеспечить какое-то надежное нормальное военное присутствие на Кавказском направлении потому что мало ли что произойдет вот эти все разговоры про то что будет поход в сторону Ирана это еще раз как мне кажется это совершенно безосновательные разговоры появлялась в российской периодике в том числе целая серия материалов со ссылкой на некую экспертизу такую условно-патриотическую что и по-моему чуть ли подача исходила не от бывшего президента Южной Осетии Эдуарда какой-то о том что все это часть хитроумного плана который действительно вывезет Россию чуть ли не на армянскую границу единственное что действительно стоит обсуждения это абхазский участок железной дороги который мог бы после восстановления абхазского участка связать Россию с Арменией это действительно вещь в которой Россия заинтересована она уже предпринимала попытку коснуться этой темы и после признания абхазской независимости в 2008 году и после смены президентской администрации в Грузии совсем недавно но здесь как-то часто забывают о том что есть на южном Кавказе очень солидный заметный и влиятельный игрок под названием Азербайджан Азербайджан судя по всему не заинтересован в том что такая железная дорога появилась и во всяком случае в тот момент когда этот вопрос был поставлен после смены президентской администрации в Грузии достаточно четко прослеживалось что Баку который имеет влияние на Тбилиси выступил против этого проекта и разговоры о нем тут же замолчали посмотрим что будет в этот раз хотя еще раз говорю что я как раз сторонник я знаю что в российской администрации президента есть люди которые считают восстановление железной дороги фантастикой но тем не менее я считаю что это было бы очень серьезным и эффективным инструментом экономического присутствия России на Южном Кавказе он никого бы не пугал это был бы хороший экономический инструмент который послужил бы развитию региона связал бы действительно западную Грузию и Абхазию и Армению и в конце концов вышел бы и на турецкие рынки никому бы от этого плохо не стало давайте послушаем Григорий Карасин который подчеркивает ответственность России за стабильность в этом регионе Россия как большое государство как мощная страна она всегда отвечает за стабильность на своих границах и за то что происходит по периметру границ поэтому мы заинтересованы в том чтобы все наши соседи не чувствовали себя в опасности понимаете и на это мы всегда тратили и будем тратить много сил нервов финансовых затрат там где надо будем помогать и по линии экономики и финансами одним словом Абхазия и Южная Осетия 6 лет являются нашими партнерами мы признали их независимыми суверенными государствами никакой аннексии речи не идет вот это абсолютно прозрачный документ где речь идет о том чтобы расширить взаимодействие практически во всех сферах о том чтобы укрепить общее пространство безопасности оно у нас действительно общее потому что Абхазия примыкает к нашим границам и от того что происходит вокруг Абхазии зависит безопасность Российской Федерации и наоборот так что надуманные тезисы насчет каких-то планов аннексии поглощения экспансии это все надо относить к тем людям которые задевают программы типа восточного партнерства дайте Иван ответьте мне хотелось сделать одно или два буквально малюсеньких примечания к тому что я сказал я еще раз хотел бы вернуться к комментарию Вадима и согласиться с тем что в известной степени вот эти вот два например митинга направленные один на поддержку другой на протест против договора это проявление внутреполитической ситуации которое он достаточно красиво охарактеризовал как борьбу сменяющих друг друга группировок которая одна из них находится у власти а вторая всегда говорит о том что или излишне сближается с Российской Федерацией или наоборот не слишком торопится это делать и в общем несмотря на то что это взаимоисключающий часто тезис это не мешает им присутствовать в повестке дня оппозиции мне кажется что новая администрация я честно говоря как человек который давно уже к сожалению перестал в режиме ежедневном писать в Абхазии могу себе позволить мне кажется пристрастность я скорее сторонник прежней администрации Абхазии я не хотел бы этого даже скрывать но мне кажется что нынешняя новая администрация она ничем не будет отличаться ни от какой предыдущей если она не начнет решать по существу действительно важный стратегический вопрос допуска российских инвесторов на Абхазский рынок это первое а второе что мне хотелось бы сказать насчет вот этих наших разговоров относительно аннексии и всяких планов стратегических насчет Южного Кавказа вы понимаете мы очень часто здесь нужно сделать такую оговорку и примечание именно часто мы оказывались в глупых ситуациях потому что и в августе 2008 года мало кто из нас предполагал что будет полномасштабная военная кампания и 16 марта 2014 года сохранялась надежда что не будет аннексии Крыма и бывают эксцессы конечно поэтому всегда нужно оставлять некое окно возможности вот на эту на эту отвагу российского руководства давайте Акаке дадим слово Акаке вот заговорили о реальности железнодорожного транзита через Грузию мы знаем что уже восстановлено авиасообщение между Москвой и Тбилиси как по вашему можно ли вот в режиме каких-то договоренностей конструктивно начать сотрудничать в этом регионе вам слово нет сотрудничать конечно можно но на каких условиях это прежде всего должно быть выгоднее самой грузинской стороне понимаете в чем дело если это будет выгодно и что получит какую выгоду получит Грузия как экономическую так и политическую а если не будет выгодно Грузии зачем она должна открывать этой двери России или Абхазии вот в чем дело и здесь нужен довольно скрупулезный подход взвешивать все за и против и поэтому пока сейчас что-нибудь предпринимать и говорить что она в ближайшее время откроется или не откроется сложно сказать посмотрим как будут развиваться события на Украине и вообще в странах СНГ и все это покажет как будут развиваться экономические вопросы в самой России все от этого зависит спасибо как и слово Владимиру и все его сейчас для Абхазии главная проблема даже не безопасность хотя если посмотреть абхазский вариант договора почему будет стратегическое партнерство там в основном кругом идет вопрос безопасности которая в этом варианте предполагается высшей экономики так вот сейчас самое главное создать национальную экономику для этого есть очень мало возможностей если реально говорить есть сфера туризма где нету кадров нету инфраструктуры нету даже менталитета для вот этого туризма и плюс есть альтернатива есть Крым есть Сочи это первое второе что можно развивать сельское хозяйство конечно можно здесь возникает просто инвестиции изменение культуры культуры положим обработки земли нужны новые технологии кто это все даст можно говорить транспорт транспорт наверное мог быть толчок и железная дорога какие-то шоссейные сообщения но в целом в целом получается так экономику Абхазии Абхазия сама не подымет я в этом больше всего уверен речь должна идти только о внешней помощи внешняя помощь возможно с стороны России частично наверное с стороны Турции могу сказать турецкий бизнес там присутствует если говорить например о предоставлении собственности речь может идти не только о предоставлении для России о собственности речь идет для граждан других национальностей в целом в целом получается что без внешней помощи Абхазия экономику не подымет она останется дотационной и в этих условиях нужно если Рауль Хаджимба не пойдет на принципиальные изменения отношений вот к инвесторам говорили о том вообще к выстраиванию собственной экономики в этом случае Абхазия не будет иметь реального суверенитета в сфере экономики Слово Беслану соглашусь с вами действительно ситуация с экономикой очень сложная в Абхазии но мы это абсолютно точно понимаем но давайте смотреть примеры в мире как это было после второй мировой войны а то что произошло в Абхазии вполне сопоставимо с итогами в мире какие были то же самое произошло у нас и по количеству погибших и по уничтоженной экономике так вот если смотреть примеры везде всем миром помогали ту же Японию ту же Германию так сказать помогали всем миром западным в том числе планом маршала да план маршала и так далее вот примерно то же самое надо сделать в Абхазии мы как-то считали когда-то был председателем госкому имущества в Абхазии мы посчитали по тем цифрам порядка 120 миллиардов долларов ущерб занесенной экономике Абхазии вот вы понимаете что такие цифры для нас неподъемные естественно абсолютно с вами согласен еще и в том что нынешнее руководство Абхазии оно должно принять срочные меры в этом мире давно все придумано просто надо начать действовать разумно и вот эта разумность на мой взгляд она присутствует сегодня у новой команды у Рауля Хаджинба и его команды которая как бы пришла к власти сейчас я могу сказать что вот те вопросы которые Иван Сухов поднимал они обсуждаются и взвешиваются все риски которые возможны в этой ситуации я имею ввиду продажу недвижимости так сказать я думаю что какой-то вариант будет найден и последнее значит что бы я хотел добавить да выступление о Рауля Хаджинба и в таких отдельных разговорах с ним я это услышал от него будут создаваться максимально благоприятные условия для инвесторов в Абхазии так сказать и есть абсолютное понимание что без инвестиций извне экономику Абхазии поднять невозможно да давайте Вадим дадим слово Вадим как вы считаете без внешней помощи если не поднять Абхазию способна ли Россия в нынешней экономической ситуации это сделать давайте определимся что-нибудь одно либо план маршала о котором шла речь который действительно мог бы спасти Абхазию либо договор с Россией и то и другое не бывает поэтому у меня очень пессимистичный взгляд на все разговоры об экономике об инвестициях какие инвестиции коллеги инвестиции в российский регион не идут здесь господин Гевсеев заметил с удивлением что почему-то в договоре очень много говорится о безопасности и очень мало об экономике естественно потому что Россию не интересует экономика Абхазии Россия знает что она может дать свои 5 миллиардов или свои 12 миллиардов в следующие годы и все она не думает об этом это же та же самая модель развития экономики которую мы наблюдаем и на Северном Кавказе а если по большому счету по всей стране просто Северный Кавказ рядом и это заметить не посмотрите на Дагестан там ровно по этой модели все происходит и что-то незаметно развитие экономики инвестиций так это регион России а если уж Абхазия с какой стати Абхазия должна быть более инвестиционно емкой скажем так я думаю что ничего не будет с экономикой до сих пор пока будет продолжаться эта ситуация я не очень согласен с Иваном потому что мне кажется что когда речь идет об инфраструктурах от Сухуми до Армении речь идет не об экономике там особо возить нечего единственное что Россию интересует в данном случае с экономической точки зрения отношения Армении это ее привязать как партнера по Евразийскому союзу неких других никаких других идей на самом деле нет экономического развития тоже нет и в Армении посчитали все это без особого оптимизма спасибо Вадим давайте Ивану дадим слово для ответа ну мне кажется что евразийский проект применителя к Армении это уже достаточно большая штука и она кстати очень спорная потому что не очень понятно что в этой ситуации делается с Нагорным Карабахом а как его вводить это у нас будет тема следующей беседы это отдельная история мне кажется что вот эти все разговоры про инвестиции это действительно палка о двух концах потому что ведь Александр Анкваб говорил о том что мы сейчас готовы открыть все инвесторам и продавать недвижимость и до этого Сергей Васильевич Погабш говорил что мы готовы открыть все и продавать недвижимость русским и ничего этого не происходило потому что всегда была оппозиция которая начинала кричать нет это посягательство на суверенитет Абхазии и в этот раз будет то же самое и в этом в принципе есть какая-то основа для обсуждения потому что сейчас несмотря на то что вы говорите что нету какого-то туристического потенциала туристический потенциал есть и у него есть он ограничен но он ограничен вполне понятным сегментом российского рынка это люди которые не могут себе позволить в том числе и Крыму и Сочи и они не могут себе позволить Турцию но они спокойно позволяют всю Абхазию и тот уровень невысокого сервиса который в Абхазии существует это прекрасная экономическая ниша в которой так или иначе абхазские туристы существуют прошу прощения курортный сезон был рекордным по количеству туристов если туда придут придут инвесторы понятно что это начнет превращаться в продолжение Сочи и конкурентные преимущества будут утрачены поэтому конечно дискуссия предстоит очень серьезно давайте Владимиру дадим слово для я хочу еще подчеркнуть если сопоставить российский вариант и вариант представлен Абхазии так вот именно российский вариант был нацелен на экономику в названии договора написано интеграции это в абхазском варианте появилось стратегическое партнерство Россия наоборот вперед ставила экономику поэтому тот разговор о том что для России безопасность выше чем экономика неправильно потому что Россия понимает если она тратит например на поддержание бюджета 60% собственных ресурсов то вы сами понимаете что такая дотационность Россия хотела бы ее уменьшить а возможности для изменения ситуации не так много если вернуться к туристическому бизнесу вы понимаете вот смотрите сейчас реально использование идет очень хороших условий все три месяца лет а где зима а для зимы нужна инфраструктура вы понимаете и поэтому с точки зрения если мы будем исходить вот сейчас есть хорошо три месяца ну люди-то должны жить целый год они должны курортный сезон должен быть расширен но расширен должен быть за счет как спасибо Владимир Беслану мы на вас сошлюсь что до сих пор еще купаются в Абхазии это вот дает нам надежду на ее потенциал туристический а сегодня мы политическую часть обсудили я очень рад нашей встрече с нашими гостями Владимиром Евсеевым Бесланом Кабахи Иваном Суховым и на прямой связи с нами были Вадим Дубнов Ахаким Микадзе вам привет от Беслана и в начале передачи был Федор Шилов-Коведяев бывший замминистра иностранных дел Российской Федерации на волнах радио свободы звучала программа Грани Времени на микрофону работал Владимир Карамурза редактор программы Андрей Трухан продюсеры Марк Штильман и Олег Львов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова